В Японии завершился третий межконтинентальный кубок по дрифту. Это единственное в мире соревнование по этому виду спорта, признанное Международной Автомобильной Федерацией. Россию на родине дрифта представлял Георгий Чевчан, чемпион российской дрифт-серии этого года и прошлогодний победитель межконтинентального кубка. 33-летнему спортсмену из Красноярска, выступающему на 800-сильном купе Nissan Silvia S15, в этот раз противостояли 23 сильнейших пилота из 17 стран. В субботних заездах Чевчан стал третьим. В воскресенье Георгий легко дошел до полуфинала, где встретился с Юкио Мацуи на Mazda RX-7. После двух очных встреч судьи зафиксировали ничью, но в перезаездах наш спортсмен взял верх. В финале против Чевчана вышел Хидеюки Фудзина на Nissan 180SX, однако на его машине вышел из строя дифференциал, благодаря чему Чевчан завоевал кубок фактически без финальной битвы. Mercedes-Benz Actros уже в пятый раз получил титул Track on the Air. Премия досталась Actros'у за недавнее обновление. В новой версии грузовика вместо зеркал заднего вида используется система MirrorCam. Изображения с двух камер выводятся на экраны, расположенные на передних стойках кабины. Еще одна инновация — активный круиз-контроль. Он корректирует траекторию, замедляет и разгоняет автомобиль, а также не допускает выезда за пределы полосы. Первый серийный грузовик без зеркал вскоре получит российскую прописку. Старт производства тяжелых грузовиков и седельных тягачей запланирован на конец 2019-го, начало 2020-го года.